Добрый вечер! Мы читаем на этой неделе главу Ваигаш. И подступил. А центральное место нашей недельной главы отводится самоотверженной речи Иуды, после которой Йосеф открывается своим братьям. И тут Дора дает нам, евреям 21 века, урок правильного видения постигающих человека бед и источника уверенности в себе и в сложных жизненных ситуациях, в том числе для их преодоления. Но завязка этого урока, она происходит в предыдущей главе Микец. После того, как кубок, который подложил Йосеф братьям, он был обнаружен на Бениамина, то говорит Иуда, что нам сказать моему господину, что нам говорить, и чем оправдаться. Бог нашел вину твоих рабов. Вот мы, рабы нашему господину. Иуда выражает общую позицию братьев, которые не вынуждены смириться с наездом египетского правителя. Ираши так объясняет слова Иуды. «Мы знаем, что мы невиновны. Однако святому благословену было угодно навести это на нас. Кредитор нашел возможность взыскать с нас долг». То есть у братьев нет сомнений, что все улики сфабрикованы египетским премьер-министром, и что все его наветы ложны. Но за ними они видят руку Всевышнего, и раз так, то вынуждены подчиниться. Это одна из основ еврейского подхода к жизни. Большой урок для всех поколений. Во всем происходящем есть великий замысел Творца, и не надо поддаваться соблазну и считать происходящее случайностью или действием исходящих от каких-то людей. Нужно искать истинные причины бед в своих поступках. И анализировать нужно, применяя принцип «медак и негедмеда» – «мера за меру». Он всегда работает. И братья продали Йосефа в рабство, и хочет взять себе в рабы правителя Египта – «мера за меру». И уже в нашей недельной главе и поступил в Иегаш Иуда к Йосефу и сказал «О мой господин, позволь твоему рабу сказать слово «выше моего господина», и не гневайся на твоего раба». И далее начинается блестяще построенная дипломатическая речь Иуды, хотя, как говорит Раши, практически в каждом слове Иуды присутствует угроза. Но главное требование Иуды – он остается в рабстве, а Бенемин возвращается к отцу домой. Что изменилось? Почему Иуда, который не знает, что сказать в ситуации в прошлой главе, а тут вдруг выступает с угрозой могущественному министру? Почему так? Это важно понять. Тогда речь шла о том, что все братья останутся рабами в Египте, и там им понятно, что Бог нашел вину и взыскивает долг руками египетского правителя, как пишет Раши. А теперь Иосеф пожелал оставить себе только Бенемина. Но в соответствии с Даат Тора, знанием Торы, Иуды и остальных братьев, это противоречит принципам Ашгахи, надзора Всевышнего, противоречит принципам мироустройства. В чем? Как мы сказали выше, в соответствии с событий, которые произошли, братья поняли, что в той ситуации с Иосефом есть и грех. За это им полагается наказание от царя царей. Просто оно пришло из руки египетского правителя. Он инструмент. И братья были готовы понести это наказание. Но Бенемин, он не участвовал в продаже Иосефа. Его не за что наказывать. А значит, оставить его в рабстве, это не может быть воля Всевышнего. А значит, это лишь желание правителя Египта. И Игуда, и братья не готовы были подчиниться воле какого-то земного царевого. И даже готовы были сражаться за это. И это огромный урок для нас и повод для промежуточного лыхаема. Наказание от Рух Небес спускается на нас только в результате нашего неправильного выбора, ну и действия за этим, выполнить волю Бога или нет. А если нет этой причины, то события, происходящие с нами, это не наказание из рук Небеса. Корни происходящего, они все равно в духовных мирах. Понятно. Это может быть, например, следствие Мазаля. Это не некой судьбы. Но если мы искали и не нашли здесь своей вины в невыполнении какого-либо пункта еврейского закона, то первое, важно, нам нечего себя корить и обвинять. И второе, мы можем здесь бороться с ситуацией. Но когда есть вина и пришло наказание, нечего с этим бороться, нужно его достойно принять, пережить, идти дальше. И нужно обязательно посмотреть еще шире. Рафхайм из Воложина, ведущий ученик Велинского Гаона, основатель Воложинской Ишиевы, один из крупнейших раввинов своего времени, умер в 1821 году. В своей книге «Нефешхайм» он говорит примерно следующее. Если человек сосредотачивается на ощущении, что нет и не может быть в мире никакой иной силы, кроме Бога, то никакая земная сила не имеет над ним никакой власти. Осознание и принятие в сердце прямого влияния Ашгахи Всевышнего на нашу жизнь приводит к приобретению человека качества бетахон, упования на Всевышнего. Если человек в момент опасности сможет сконцентрировать все свои душевные силы на том, что пока не будет на этой воле Творца, то нет ничего в мире того, что может ему навредить, то он действительно будет выведен из-под власти всех других сил этого мира и спасется. И так говорит царь Давид в книге Тегелим, в 27-м Тегелиме. «Бог мой, Бог мой свет и спасение, кого мне бояться? Бог крепость жизни моей, кого мне страшиться? Когда будут подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то сами они приткнутся и падут». Именно с таким ощущением, что Творец, единственный властитель над всем, подошел Иуда к правителю Египта. По законам мироздания не было истинной причины для того, чтобы оставить Бенемина рабом в Египте. Поэтому Иуда был готов воевать за установление в мире божественной справедливости, будучи уверенным в том, что в такой войне его ждет только победа. Благодаря своему пониманию, как управляется мироздание, Иуда приобрел и уверенность, и силу противостоять правителю Египта. Всевышний правит этим миром по принципу «мера за меру», как я уже сказал. Если человек считает, что он зависит от кого-то другого, от начальника, от министра и тому подобное, то Всевышний отдает его под власть людей, этих людей. Но если человек освобождается от таких иллюзорных зависимостей и глубоко убежден, что он не зависит ни от кого, кроме Бога, то его жизнь действительно управляется напрямую Всевышним. Это придает силы, уверенность и приходит ощущение истинной свободы. И в этом вторая часть нашего урока. С таким ощущением Всевышнего рядом, с таким пониманием всего происходящего становится легко или как минимум понятно жить. Есть вина – пойми это, прими наказание, иди к шуве. Нет вины – будь уверен к себе и иди с этой силой для борьбы. Найди в этом силы для борьбы. Иди с ней в эту ситуацию. Я искренне желаю всем нам истинной близости с Богом и как следствие простоты и понятности жизни. Хорошего вечера. Брахава и от слаха. Остаемся и дальше в поисках смысла. Субтитры создавал DimaTorzok